Сейчас мы находимся на Гревской площади. На нее главным фасадом выходит здание отеля Девиль. В этом великолепном здании раньше располагалась парижская ратуша. Архитектура здания это чудесный, почти итальянский ренессанс начала 16 века. Его спроектировал архитектор Доминик Декор. Здание построили достаточно быстро, поскольку около 100 лет для такой громадины это недолго. После взятия Бастилии, это здание также штурмовал революционный народ. Именно здесь впервые произнесли слова «свобода», «равенство» и «братство». С тех пор их ей три слова пишут на фасадах всех государственных учреждений Франции. Здание украшено нишами, в которых стоят известные французы. Глядя на них, можно всю историю Франции изучить. Сегодня Гревская площадь является местом для публичных мероприятий. А раньше она долго была местом многочисленных казней. Причем быстрая смерть, обезглавливание являлась привилегией аристократов. А простолюдинов вмешали, закоренелых же преступников, четвертовали и колесовали. Во французской истории много кровавых страниц. Переходим дорогу и по мосту через Сену отправимся на остров Сите. С этого острова Франция начиналась как государство. Это самый центр города, перед нами настоящее сердце Парижа. Вот подходим к Ноттердам де Пари или собору Парижской Богоматери. Это был не первый готический собор, но Ноттердам один из самых известных, самых гармоничных. 8,5 веков назад здесь был заложен первый камень. Храм построили достаточно быстро, меньше, чем за 100 лет. Именно этим объясняется его чудная гармония. Храм представляет собой единое целое, в нем все создано очень гармонично. Архитектурное чудо Ноттердама не самый большой собор во Франции. Это даже не самый высокий храм в Париже. Например, собор Сент-Эстаж выше. Ноттердам имеет три чудесных портала, хорошо рассмотреть которые сегодня мешают забор, поскольку ведется реставрация. После пожара, произошедшего три года назад, здание Ноттердама находится не в лучшей форме. Во время пожара собора парижане стояли на мостах и громко рыдали, когда крыша собора обрушилась. Но и сейчас видно, насколько прекрасен храм. Окно роза в самом центре, также галерея библейских царей и богоматерь с младенцем, стоящая напротив высоких башен. В ходе революции этот собор был сильно поврежден. Простой народ позбивал головы библейским царям, которые украшают галерею. Революционеры думали, что это короли Франции, поэтому в 19 веке храм был реконструирован. Романист Виктор Гюго прославил этот собор в своем романе «Собор Парижской Богоматери». Каждый может представить уродца Квазимода, который прячется за балками собора и умирает от неразделенной любви, смотря на танцующую эсмеральду. Идем дальше и видим первый парижский госпиталь, который и сейчас продолжает работать. Отель Дьем в переводе означает «божий приют». Это самая старинная больница города, основанная в 651 году. Изначально она предназначалась для приюта, где лечились и набирались сил нищие, бродяги и инвалиды. Обездоленных было настолько много, что с годами богодельня разрослась. Идем в сторону бывшего королевского дворца. Дело в том, что в раннем средневековье короли жили не в Лувре, а на острове Сите. Но после восстания Марселя, королю Карлу Пятому, стало страшновато здесь оставаться, и он перебрался в лучший укрепленный Лувр, который стал королевской резиденцией. А здесь он оставил вместо себя консьержа, который должен был решать простые вопросы, чтобы не приходилось по каждому поводу обращаться к королю. Резиденция консьержа стала называться «Консьержери». Рядом расположен дворец правосудия. Он огражден высокой решеткой 18 века. Обходим консьержери, и перед нами угловая башня со старыми часами, которая является самыми старыми публичными часами Парижа. Им почти 600 лет. Недавно их отреставрировали. После революции консьержери использовался как тюрьма. В частности, там после казни супруга короля Людовика томилась Мария Антуанета. Она провела здесь последние дни своей жизни. Вход всегда был с набережной. Его обрамляют две башни. Дальняя башня называется Болтунья. Там были пыточные комнаты и так называемые туалетные комнаты, где Марию Антуанету одели во все белое и избавили от длинных волос, чтобы гильотина в последний момент не остановилась, попала на какое-то препятствие. В подвалах и казематах консьержери содержались тысячи заключенных, ждущие своей казни на гильотине. В настоящее время это музей, где воссозданы все картины, связанные с трагическим прошлым французской историей. Если взглянуть на карту острова Сетея, можно увидеть, насколько велик дворец правосудия. Это целый архитектурный комплекс, построенный в начале XIV века. За годы своего существования дворец претерпел множество изменений, а при Наполеоне в Анапарте пережил настоящую перестройку. Сегодня дворец правосудия является основным сосредоточением органов судебной и исполнительной власти, полиции, следственного отдела прокуратуры и залов для судебных заседаний. А это популярная в Париже игра в питанк. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером в 15 на 4 метра, по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром, Кошонетом. Главное, чтобы в конце игры шары команды оказались ближе к Кошонету, чем шары соперника. Через мост снова переходим на правый берег Сены. Кстати, по Сене здорово прокатиться на кораблике и не спеша увидеть большинство достопримечательностей Парижа, поскольку они в основном расположены вдоль реки. Небольшой по размерам остров Сите связывают с городом восемь красивейших мостов. Самый известный новый мост, возведенный в 1606 году, соединил остров с обеими берегами Сены. Он построен из 12 арочных пролетов, чья общая протяженность составляет 232 метра. Мост украшен балюстрадой и оснащен пешеходными переходами. Вот мы видим интересный архитектурный ансамбль. Здание слева, мэрия первого округа Парижа. Дальше, башня-колокольня Сен-Жермен-Осеруа, она была возведена в неоготическом стиле в середине 19 века, и по замыслу архитектора, сооружение должно было связать в единый комплекс здания мэрии и церковь. Храм имеет богатую историю. Первоначально церковь именовалась Сен-Жермен-Леронт, однако позже она была переосвящена в честь одного из самых почитаемых во Франции святых голоримского епископа города святого Жермена Осера. Храм был возведен в стиле поздней или полнеющей готики. Поскольку возведение храма началось в 12 веке, то церковь одновременно имела романские и готические черты. Особенно впечатляет фасад храма, возведение которого датируется 15 веком. Он имеет пять разных арок, украшенных статуями королей и святых, которые находятся в трех порталах. Сразу над ними окно роза со стрельчатым фронтоном работы Жана Гауселя. Внутреннее убранство храма разделено на пять нефов, хоры и трансепт. За правой готической аркой храма в глубине сооружения видно сооружение квадратного сечения, достигающее верхнего среза кровли центрального нефа. Это колокольня храма, возведенная в романском стиле, единственное, что сохранилось от церкви с 12 века. В истории Франции церковь Сен-Жермен-Ло-Серуа оставила жуткий кровавый след. 24 августа 1572 года колокола этого храма по приказу Екатерины Медичи набатом опоместили о начале Варфоловеевской ночи, когда добрые в кавычках католики начали резать неприятных для них гугенотов, приехавших в столицу по случаю свадьбы Маргариты Валуа и их короля Генриха Наваррского. И вот мы подходим к Лувру. Лувр – это старинный королевский замок Парижа, перестроенный во дворец. Здесь находится одно из богатейших в мире собраний произведений искусства. Первая крепость Лувра была построена при Филиппе Августе. Слово «Лувр» означало «крепость» или «укрепление». Собираясь вместе с Ричидом «Львиное сердце» в крестовый поход, король Филипп Август позаботился оградить свой город от любых внешних атак. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Далее крепость превратилась в королевский замок, а позже в один из самых знаменитых дворцов мира. Крепость была защищена 10 башнями, зубчатыми стенами толщиной 2,5 метра и рвом с водой. В XIV веке при Карле V в связи с расширением Парижа были построены новые крепостные стены и Лувр утратил прежнее оборонительное значение. Тогда Карл V принял свою резиденцию из дворца на остров Сите в Лувр. После Карла V французские короли предпочитали жить в замках Луары. Лишь в 1546 году Францекс I решил сделать Лувр своей главной резиденцией в Париже. Тогда дворец стал перестраиваться в духе французского ренессанса. С 1564 года королева Екатерина Медичи начала строительство нового дворца Тюэлери рядом с Лувром. А с 1589 года по приказу Генриха IV удалили остатки средневековой крепости и с помощью большой галереи соединили дворцы Тюэлери и Лувра. Нижний этаж большой галереи был первоначально занят лавками и мастерскими. Эта галерея постепенно превратилась в обширную мануфактуру, производившую предметы роскоши. В дальнейшем Лувр многократно перестраивался. Об этом можно рассказывать бесконечно. В следующих видео я продолжу свой рассказ о Париже. Подпишитесь, чтобы их не пропустить.